С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Стратегическое планирование как один из важных элементов государственного управления. В настоящее время в соответствии с федеральным законом, обязательными к разработке на территории сельских поселений являются только два документа – бюджетный прогноз и муниципальные программы. Разработка стратегического развития носит рекомендательный характер. В то же время она позволит заглянуть в будущее, обозначить основные векторы развития муниципального образования и получить четкое представление о том, каким оно должно быть через несколько лет. Этот вопрос сегодня активно обсуждался на семинаре глав муниципальных образований округа. Для того, чтобы улучшить качество жизни населения, развивать производство и привлекать инвестиции, необходимо четкое понимание того, по каким направлениям достигать поставленных целей и какие показатели необходимо в итоге получить. Все эти нюансы должны быть отражены в стратегии социально-экономического планирования. Впрочем, разработка стратегии носит рекомендательный характер. Мы сегодня на своем выступлении попытались донести о том, что это необходимо – разрабатывать стратегию на своем уровне, на уровне поселения. Почему? Потому что никто, как жители конкретной территории, как главы, которые там руководят, не знает тех проблем и тех векторов, по которым необходимо развиваться сельскому поселению. То, что они положат в основу стратегии, будет являться, в свою очередь, тем основанием для включения в документы стратегического планирования уже округа муниципального отзывания Заполярного района и округа в целом. По словам Ольги Стрепетиловой, в настоящее время стратегии развития разработаны только в трех сельских поселениях. Остальные живут сегодняшним днем и не имеют четкого представления того, каким их муниципальное образование будет через несколько лет. Разработка стратегии – процесс длительный и трудоемкий. Чаще всего составлением документа занимаются научные институты. На семинаре глав муниципальных образований тема стратегического планирования активно обсуждалась. Например, Коткинский сельсовет поддержал необходимость данного документа, ведь благодаря ему муниципальные образования смогут рассчитывать на привлечение дополнительных средств финансирования. Это как бы обоснование того, что необходимо территории. Если они видят, что у них необходимо развитие инфраструктуры, дороги и так далее, то они, соответственно, могут включиться в муниципальные уже программы. Далее муниципальные программы могут интегрироваться уже в государственные программы округа, а там уже и вот они, денежные средства, можно получить из окружного бюджета. То есть это как один из вариантов возможности получения денежных средств в ограниченных ресурсах.